Техника, экономические показатели работы в сале плавильных цехов По множеству зависит от выхода годных слитков и литых заготовок от их качества Поэтому наряду с интенсификацией и совершенствованием процесса выплавки металла Постоянно совершенствует оборудование и технологию разливки стали в изложнице и на машинах непрерывного литья Выплавленную в агрегатах сталь выпускают в разливочный ковш Сталь и разливочный ковш служат для приема, транспортировки и разливки металла Он представляет собой стальной сварной кожух с сапфами, футерованный изнутри огнеупорными материалами Футеровка ковша может быть выполнена из шамотного кирпича вручную Или монолитной с помощью специальных машин Пескометная машина имеет подвижной шаблон-сектор В промежуток между шаблоном и арматурным рядом набрасывается полусухая огнеупорная масса на основе кремнезема Более простой метод выполнения монолитной фотографии Футеровки налив полужидких самотвердеющих смесей Футерованный ковш сушат на специальном стенде Нагревая газовыми горелками до температуры 1000-1200 градусов После установки стакана со стопором или шиберного затвора Ковш готов к разливке стали Скорость разливки зависит от диаметра отверстия разливочного стакана Стакан устанавливает в гнездовой кирпич Отверстие стакана перекрывается с помощью стопорного устройства Состоящего из стопора, вилки, ползуна и рычажной системы Стальной стержень обеспечивает жесткость стопора Шамотные трубки и пробка защищают его от воздействия жидкого металла Скорость разливки регулирует перемещением стопора Более эффективна разливка с использованием шиберного затвора Он состоит из неподвижного и подвижного корпусов В которых вмонтированы огнеупорные плиты со сквозными отверстиями Подвижной корпус перемещается гидроцилиндром При совмещении отверстий подвижной и неподвижный плит Металл вытекает из ковша Скорость разливки определяется степенью совмещения отверстий в плитах Шиберный затвор более надежен в эксплуатации Его применение облегчает подготовку ковша к разливке После разливки каждой плавки Заменяют разливочный стакан и стопор или шиберный затвор После 10-20 разливок заменяют футеровку И выкладывают новый рабочий слой Применение ковшей с двумя стопорами или шиберными затворами Позволяет сократить длительность разливки Промежуточный ковш снабжен несколькими стаканами Через которые можно наполнять сразу несколько изложниц Кроме того, из-за малой высоты промежуточного ковша Напор и разбрызгивание струи металла при ударе одной изложниц Существенно уменьшается Сталь разливают в изложницы сверху или сифоном Изложницы Это чугунные формы Которые служат для получения слитков заданной конфигурации и массы Спокойную сталь Разливают преимущественно в изложницы, расширяющиеся кверху Прибыльная надставка Имеет металлический каркас и футеровку Замедляющие охлаждение жидкого металла Более эффективны надставки с теплоизолирующими вкладышами Применение уширенных кверху изложниц и утепление их верха Обеспечивает выведение усадочной раковины в головную часть слитка Кипящую сталь разливает в изложницы, уширяющиеся к низу Иногда в такие же изложницы, но с футерованным верхом Разливает и спокойную сталь Это позволяет иметь на заводе парк изложниц одного типа В зависимости от назначения Сталь разливает в изложницы различного поперечного профиля Выпуклость и вогнутость стенок Волнистая поверхность Предотвращает образование на слитке продольных трещин Для получения качественного слитка Выработаны оптимальные соотношения между основными размерами изложниц В слитках кипящей стали Важно ограничить общую их высоту Изложницы для разливки сверху Устанавливают на чугунные поддоны Индивидуальные Или групповые Поддоны для сифонной разливки Имеют каналы, подводящие разливаемую сталь изложниц Каналы поддона Каналы поддона футерованы шамотным кирпичом со сквозными отверстиями Через центровую металл из ковша поступает каналом поддона Центровая футерована шамотными трубками Подготовка изложниц к разливке включает Раздевание слитков Охлаждение Чистку щетками внутренней поверхности от нагара и капель металла И смазку специальными лаками Подготовленные изложницы поступают в отделение сборки разливочных составов Сборка состава для разливки сверху заключается в установке на очищенные поддоны изложниц Прибыльных надставок или теплоизолирующих плит Подготовка составов для сифонной разливки более сложна и трудоемка Из поддона удаляют литники Каналы поддона футеруют новым сифонным кирпичом На поддон ставят центровую и изложницы Подготовленные составы с изложницами подают в разливочный пролет стали плавильного цеха Комплекс оборудования для непрерывной разливки стали позволяет отказаться от обжимных станов Уменьшить потери металла Улучшить его качество Полностью механизировать и автоматизировать процесс разливки Существует несколько типов машин непрерывной разливки Наиболее распространены машины криволинейного и радиального типов Они имеют меньшую высоту и более высокие скорости разливки Современные машины оборудованы установками для аргонной продувки Для непрерывной подачи жидкой стали в кристаллизатор Разработаны специальные механизмы и устройства Стали разливочный стенд обеспечивают установку ковша в рабочее положение над промежуточным ковшом И быструю замену опорожненного стали разливочного ковша без остановки разливки Промежуточный ковш служит для подачи металла в кристаллизатор с заданной скоростью и поддержания стационарного режима разливки Устройство ковша обеспечивает одновременную разливку стали в один или несколько ручьев Промежуточный ковш оборудован стопорами и удлиненными составными стаканами Для подачи металла в кристаллизатор под уровень Такая подача предотвращает окисление струи металла, повышая качество слитка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конструкция промежуточного ковша представляет собой металлический кожух футерованный огнеупорными материалами Для снижения потерь тепла на нем устанавливают крышку и перед разливкой прогревают Установку ковша в рабочее положение и его замену производят с помощью специальной тележки В кристаллизаторе формируется наружная корка слитка Кристаллизатор выполнен составным из четырех стенок, которые скреплены стяжными болтами Каждая стенка состоит из медной и стальной плит Медная плита обеспечивает необходимую скорость теплоотвода, а стальная – прочность стенки Вода для охлаждения поступает по каналам в медных плитах по всему периметру кристаллизатора Для предотвращения разрыва корочки слитка кристаллизатору придают возвратно-поступательное движение Механизм качания перемещает кристаллизатор вниз со скоростью движения слитка и вверх со скоростью втрое большей Ниже кристаллизатора слиток движется по роликовой проводке через зону вторичного охлаждения, в которой происходит его полное затвердевание Система роликов предотвращает выпучивание корочки и сохраняет заданную конфигурацию слитка Распыленную воду подают на слиток с помощью форсунок, а ее расход регулируют в зависимости от скорости и марки разливаемой стали Нижняя часть роликовой проводки приводная Приводная Привод электромеханический Приводные ролики обеспечивают вытягивание и выпрямление слитка Непрерывный стальной слиток режется с помощью газовой резки на мерные заготовки Которые транспортируют в прокатный цех или на склад готовой продукции Перед началом разливки в кристаллизатор вводят Затравка. Затравка гибкая конструкция и вводится в машину сверху или снизу. Головка затравки отвечает геометрии слитка и имеет вид ласточкино хвоста. Головка при этом образует временное дно кристаллизатора. Машина готова к работе. После начала разливки и выхода слитка на горизонтальный участок затравку от него отделяют. Существенное преимущество установок непрерывного литья возможность автоматизировать весь процесс разливки на базе вычислительной техники. Установки непрерывного литья заготовок обеспечивают значительно более высокие технико-экономические показатели по сравнению с разливкой стали в изложнице. Субтитры создавал DimaTorzok